Здравствуйте, дорогие и уже привычные, любимые зрители канала The Station. Рад приветствовать вас на, уже не помню каком по счету, большом открытом турнире по Star Wars Legion St. Petersburg Summer Open 2024. О май гад! Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз, на самом деле, в этом жарким летом у нас собралось не так много людей, как было зимой. Зимой было 64 человека, сейчас у нас 40 человек, но тоже очень хороший, приятный результат. Как обычно, огромный призовой фонд, как обычно, игроки из всей России, как обычно, я думаю, что отча уже походил и поснимал, и вам покажут классные тематические столы. И, судя по тому, что я вижу, классные эмоции игроков. Привет, я Тимур. Нахожусь здесь, на Open Summer Legion. Наверное, один из крупнейших турниров по Legion. Играю за звезда повстанцев. Спасибо огромнейшему Филу за организацию. Вообще, весь турнир очень хорошо проходит. Все оппоненты были супер милыми, лучшими. И, в принципе, игроки их очень хорошие. Все очень весело. Мы играем. Я первый игрок, к сожалению, проиграл. Остальные выиграл и дрогнулся. К сожалению, так получилось. Всем очень нравится. Мы из Москвы, сколько, десятером приехали вроде. Все друг друга поддерживаем. Смотрим. Там сейчас играют за первое место двое наших. Все очень горды. Наш чатик еще поддерживает. Московский. Процент классных столов растет. То есть мы всегда были за то, чтобы играть на красивом террине, покрашенном полностью, объемном. Но если раньше, когда мы начинали, мы использовали много клубного террена. Или брали у кого-то в долг террин, который был не совсем под «Звездные войны». То есть такой больше дженерик. То есть сейчас уже практически каждый стол, наверное, каждый стол, я уже все 20 столов сейчас не помню наизусть. Но каждый стол, он под «Звездные войны» уже. То есть он прям тематически сделан. И если в прошлый раз у нас террин везли из Москвы, из Калининграда, то сейчас уже, поскольку всего 20 столов, а не 32, мы своими силами практически все закрыли. Парринги сложились таким образом, что на самом деле уже после пятого тура был человек с пятью победами. Но у нас при условии больше, чем 32 игрока, у нас играется шесть туров. Поэтому сейчас вот за этим столом, который вот выглядит практически как татуин из оригинальных «Звездных войн», я считаю, что прекрасный террин, который сделали ребята со станции. За этим столом играют два человека. У одного из них пять побед на текущем турнире. И он как бы может, в принципе, защитить свое преимущество, сделать шесть побед с шести, будет единственным игроком с шестью победами и безоговорочно выиграть турнир. Но его оппонент, на самом деле, это тоже москвич, который выиграл прошлый московский опен. Приехал сюда бесплатно, потому что у нас с Москвой такая вот дружба, что чемпион турнира приезжает на турнир в другой город бесплатно. И как знать, может быть он сможет вырвать победу у лидера, и тогда уже все будет гораздо интереснее. Ну и самое интересное, на самом деле, о чем всем будет интересно поговорить в ближайшие дни, кто интересуется «Легионом», дело в том, что позавчера вышла новая редакция, без объявления войны, потому что ребята сказали, что будут какие-то новости по игре в эти дни. Естественно, мы такие, окей, будут новости, все равно турнир уже запланирован, поэтому мы играем по старым правилам, но никто не ожидал, что будет новая редакция. Более того, они не назвали это новой редакцией, они сказали, что просто много чего поменяют. На самом деле, у нас новые миссии, новая система скоринга, новый баланс, лимит игры повыше до 1000 очков, изменений куча. Это, ну, не новая игра, но это, скажем так, эта редакция гораздо сильнее вносит изменения, чем, например, девятка на десятку в Лахе, да, или там с тройкой на четверке в ООСе. То есть, прям, большое обновление, но, в принципе, давно пора, потому что игре уже 7 лет, по-моему. Обновили очень много всего, и поэтому, помимо того, что мы играем сейчас последний турнир по старым правилам, мы еще и там все трещим постоянно о новостях, потому что очень много еще обсудить есть. Пока что текущие реалии турниров по, во всяком случае, по Вархаммеру Суркат, такого не достигают. Это самое массовое у нас из игр, которые есть. Из такого только, если ГТ АОСовское в Москве можно вспомнить, потому что там тоже, при самих, все довольно-таки порядочно. По поводу того, как прошли дни, ну, первые дни были с тактическими ошибками и с ошибками, точнее, как не с ошибками, а с плохими бросками кубов на защиту. На атаку все было хорошо, на защиту было немножко получше, точнее, похуже, кроме некоторых выбивающихся случаев. Сейчас же я принял тактическое решение забрать приз за последнее место. Сложно для меня сформулировать какие-то, скажем так, отличительные особенности турнира. Я давно играю спортивно в Вархаммер, я спортивно играю в Age of Sigmar, в 40-ка, в последние лет 7, наверное. Но в Легион это был мой первый сольный турнир вообще. Я начал в него играть вот в конце мая буквально, и я купил свою армию. Ну, собственно, я играл в Wookiee Defenders, своей армией, которую мне покрасил в Москве замечательный парень Саша Орлов, не реклама. Я их купил до того, как вообще сыграл хотя бы первую игру в систему, просто потому что я люблю Звездные Войны, я впервые посмотрел, когда был совсем еще маленьким ребенком, и мне понравилась вселенная. Я просто собрал армию, которая мне нравилась визуально, и приехал на турнир. У меня была цель сыграть 3-3, и я ее, кажется, выполнил. Субтитры создавал DimaTorzok Все прошло хорошо. В итоге была довольно интересная интрига, потому что по итогу места первые распределялись между игроками с пятью победами. То есть ни одному из игроков не удалось сделать шесть побед подряд. Один товарищ к этому шел, но его в финале обломали, и, соответственно, победа уже присуждалась по вторичке, по силе оппонентов. Страсти, на мой взгляд, были нешуточные, и тютерку в тютерку многие люди шли. Турниры в Питере по Легиону проходят где-то два раза в месяц, однодневные, соло, но именно открытый турнир, оппон, вот такого масштаба, я думаю, будет зимой, в феврале. Ждите анонса в блоге RogerRoger. Я хочу в свою очередь поблагодарить канал The Station за то, что вы освещаете уже который год мои события. Также поприветствую зрителей и сказать, что сейчас новая редакция Легиона, и сейчас самое лучшее время, чтобы порваться в эту замечательную игру. Ждем вас на наших ивентах. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин